МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известно, что российские товары нередко превосходят импортные по многим потребительским качествам. Они привычнее, удобнее, адаптированы к работе в наших условиях, часто и дешевле импортных. Однако реклама отечественной продукции не идет ни в какое сравнение с широкомасштабными рекламными компаниями зарубежных фирм. У большинства российских предприятий нет средств на такие акции, нет специалистов по рекламе и маркетингу, а иногда и достаточных знаний о роли рекламы в организации сбыта и наращивании объемов производства. В результате отечественные товары покупают лишь там, где их производят. В различных уголках нашей огромной страны зачастую не знают, что необходимый им товар производится здесь же, в России. Именно для пропаганды достижений отечественной промышленности, поддержки лучших товаропроизводителей и распространения по всей стране информации о высококачественных российских товарах была создана программа «100 лучших товаров России». Официальными организаторами программы стали «Госстандарт России», редакция российского журнала «Стандарты и качества», общественно-научно-практическое объединение «Академия проблем качества». Комсомольский на Амуре электротехнический завод прошел все этапы конкурса и в итоге стал его дипломантом. Теперь в соответствии с положением о программе «100 лучших товаров России» Комсомольский электротехнический завод имеет право использовать серебряный логотип программы в своих реквизитах и для маркировки продукции. Кроме того, дипломированная продукция завода войдет в каталог «Российское качество. 100 лучших товаров». Каталог рассылается по торговым представительствам, торгово-промышленным палатам, экспортным организациям. Это позволит значительно расширить географию потребителей продукции электротехнического завода. В настоящее время практически все потребители расплачиваются заводом посредством взаимозачетов. Живых денег нет, но тем не менее в этих сложнейших экономических условиях завод не только работает, но и строит планы на будущее. Надо отметить, планы реальные. Несмотря на то, что эта батарея заняла у нас одно из призовых мест, мы здесь постоянно ведем совершенствование технологии, модернизацию этой батареи. Здесь же проводятся все работы по внедрению новой технологии. Так, в ноябре месяце на завод поступил природный газ. На сегодняшний день на данном участке мы проводим работы по внедрению природного газа технологических целей. То есть переводим пайку блоков аккумуляторных батарей с водорода на природный газ. Что это дает? Это дает нам большую экономию энергетических ресурсов. Естественно, это отражается на себестоимости продукции. В дальнейшем у нас природный газ планируется перевести в технологии, использование этого газа в технологии на других участках. На сегодняшний день у нас размещены заказы на судостроительном заводе, на заводе Гагарина по изготовлению комплектов предсформ для изготовления четырех типов батареек. Мы надеемся, что в 99-м году мы полностью вот эти четыре батареи будем выпускать на собственных комплектующих. Для этого у нас есть все возможности и желания, по крайней мере. Что ж, начало отличное. Будем надеяться, что планы электротехнического завода будут успешно реализованы, а его сотрудники будут получать заработную плату деньгами. В эфире «Будни». В Амурске продолжаются работы по очистке улиц города от снега. Прошедший снегопад не застал врасплох жилищно-коммунальные службы Амурска. Сразу же после того, как выпал снег, в дело была пущена вся имеющаяся снегоуборочная техника. В первую очередь были расчищены проездные дороги и улицы города. Посильную помощь при этом оказали муниципальные предприятия, специализированное ремонтно-строительное управление, ТЭЦ-1, Горводоканал, Управление механизацией. Не остались в стороне и предприниматели, которые расчистили прилегающие к киоскам и магазинам территории. Сегодня главная задача убрать снег во дворах и у подъездов. Работы в этом направлении продолжаются. Заканчиваются новогодние торжества. Чего мы обычно ждем от новогодних праздников? Хорошего настроения, веселья и, наверное, подарков. А вот подарки бывают разные. Несколько странные сюрпризы накануне Нового года стало получать общество с ограниченной ответственностью «Ресурс», занимающееся разработкой Барагипсового хранилища. Ну, сожгли сначала первую технику у нас на полигоне. Сожгли ее где-то числа 20... 21-го числа. Затем сожгли вторую технику буквально через два дня. И вот сожгли эту технику до основания, до тла. Сожгли ее, сожгли ее. Буквально перед Новым годом, 28-го числа, когда сожгли ее. Здесь пожар был в 5 часов утра. Вышел сторож. Стал тушить погрузчик. Сам того, наверное, не ведая, загадочный Дед Мороз, раздавая горячие подарки, не обделил и акционерное общество «Комсомольск. Стройиндустрия». Предприятие, у которого арендуют технику работники «Ресурса». Ну, черт насчитывается где-то в пределах за 50 тысяч. А как вот вы не боитесь теперь свою технику давать обществу «Ресурс»? В принципе, уже боимся. Да, потому что восстановление входит в копеечку. А вот «Ресурс» уже не боится. Пока следствие делает выводы, действует. И так как волшебный старичок с мешком сюрпризов появляется лишь по ночам, его мечтают встретить в это время суток сотрудники военизированной охраны. У нас сейчас на территории нашего цеха, завода «Лебедь», находится военизированная охрана. Мы охраняем сейчас нашу технику. Ход человек с рожьем. Будьте осторожны все. Первые домовые комитеты в Центральном округе появились в прошлом году. Основанием для их создания послужило постановление главы Комсомольска-Наамури о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в городе от 12 октября 1998 года. Главная задача этих общественных объединений – улучшение социально-бытовых условий жильцов, то есть нас с вами. В частности, речь идет о благоустройстве дворов в содержании на должном уровне домов, подъездов, квартир. В функции домового комитета будут входить и задачи, касающиеся капитального и текущего ремонта жилья. Большое внимание членами домового комитета будет уделяться и работе с жильцами. Необходимо убедить жителей, что многое зависит и от них самих, от их сознательности, порядочности, аккуратности. Дело это, конечно, трудное – заставить людей бережно относиться к государственному имуществу, но не безнадежное. Положительные примеры на этот счет уже имеются. На Совете были названы те, кто уже наработал определенный опыт в этом направлении. Прежде всего, речь идет о домовых комитетах при ЖО номер 25, 18, 29 и 6. На сегодняшний день в Центральном округе создано более 200 домовых комитетов. В основном это жители домов, вызвавшиеся на общественных началах помогать жилищным службам решать наболевшие проблемы. Значит, в настоящее время основной упор на начало нашей работы мы должны сделать на сбор квартирной платы. Ситуация сложилась критическая. На сегодняшний день 50 миллионов задолженность по квартирной плате нас составляет по округу. Вот где наш профремонт профилактический. Потому что некоторые жильцы жалуются, вот что, типа, не делается замена соотехнического оборудования, стояки текут, там уже все ржавое, там протекает, там рвется. Денег хватает только на выборочный профремонт, денег хватает только на текущее содержание. И обеспечить ту заработную плату, которая с задержкой тоже на 3-4 месяца выдается у нас. Вот на что у нас хватает денег. Я почему от вас сюда, именно, вернее, когда вас сюда приглашали, решил заострить на этом момент. Потому что необходимо через домовые комитеты в каждом доме или где небольшие дома, на группу домов, через этих людей провести такую работу разъяснительную с жильцами. Чтобы они знали, все будет зависеть от оплаты за обслуживание и коммунальные услуги. Договора, которые мы сейчас заключаем с жилищными организациями, тоже надо, чтобы вы там принимали участие, помогали в этом плане, разъясняли людям, что договора надо заключать. Вот если тот участок работы, который мы хотели закончить в 98-м году, а это именно ввести на должном уровне, подавил учет, у нас в какой-то мере не удался, то с вашей помощью в 99-м году домовыми комитетами мы это дело должны привести в соответствие. На совете представители домовых комитетов решили еженедельно в течение января давать информацию по уборке территории от снега. Намечено также до 1 марта подготовить план по озеленению города. Вчера воспитанники специализированной коррекционной школы интерната номер 3 Комсомольска-на-Амуре встречали гостей. Точнее будет сказать, не просто гостей, а артистов приветствовали дети в этот день. Преподаватели средней школы номер 37 вместе со своими воспитанниками привезли в подарок новогоднюю сказку. Одна еще осталась загадка. Пайтическая, экологическая. Зимой и лесом одним светлым. Какая елка эта красная шапочка! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, Снегурочка! Мы так рады, что наконец подобрались за вас. Ребята с удовольствием принимали участие в театрализованном представлении, где необходимо было подыгрывали артистам, а по окончании спектакля долго хлопали, выражая тем самым свою благодарность. От всех вас, от нас, взрослых учителей, мы хотим сказать большое спасибо за доставленную нам радость и вручить этому коллективу благодарственное письмо, в котором мы говорим о том, что... мы говорим о том, что очень рады будем видеть вас еще раз и надеемся, что наше сотрудничество будет крепнуть и продолжаться в будущем. Жаль, что подобные встречи происходят не так часто, как того хотелось бы. Наш центр существует уже седьмой год, в 37-й школе. Значит, у нас есть театральная студия, поэтому мы каждый год делаем новогодние спектакли и не первый раз показываем эти спектакли перед детьми. Уже пятый год подряд мы показываем новогодние представления. В школе они имели большой успех. Мы показываем их детям, родителям, учителям. Всем очень понравилось. Нам много раз предлагали показать свои представления и в других школах. И вот в этом году мы решили сделать новогодний подарок коррекционной школе-интернат номер 3. В нашей школе второй месяц проходит акция «Помоги детям». Наши ребята в школе собрали свои любимые игрушки, книги, вещи. И эти вещи, книги, игрушки мы привезли сюда, в эту школу, чтобы помочь детям, чтобы они помнили о нас, чтобы какая-то часть сердца наших детей и передалась этим детям. В минувшие выходные на стадионе «Смена» состоялись очередные матчи первенства России по хоккею с мячом первой дальневосточной лиги. Хозяева поля на своем льду принимали прошлогодних серебряных призеров хоккеистов «Надежды» и «Избиробиджана». Несмотря на ненастную погоду, оба матча прошли в напряженной, интригующей борьбе. В первой игре Алексей Шульгич вывел хозяев поля вперед в дебюте матча, но гости сумели отыграться через короткий промежуток времени. В обоюдоострых атаках прошел поединок и в дальнейшем. Команды стоили друг друга, что и подтверждено было окончательным ничейным итогом 4-4. Второй матч также завершился в ничью 2-2. В двух последних играх отличился комсомольчанин Сергей Шульгич. На его счету два гола, а нападающий смены Сергей Бурмистров в воскресенье провел свой 22-й мяч в ворота соперника в первенстве и вошел в группу сильнейших бомбардиров лиги. Главный оппонент смены в нынешнем чемпионате, Хабаровский «Нефтяник» в эти же дни нанес дважды поражение команде «Урожая» Смедовича 5-1 и 5-2 и с 30 очками возглавил турнирную таблицу. У смены 26 очков комсомольчане на втором месте. Они на 6 очков опережают «Надежду» из Биробиджана, замыкающую призовую тройку. 16 и 17 января хоккеисты смены принимают на своем льду лидеров «Хабаровский «Нефтяник»» начало матчей в 13.00.